Кремль, да не тот, в политических кругах России не утихает обсуждение самой масштабной политической рокировки последних лет. Президент Владимир Путин уволил вице-премьера правительства Российской Федерации Владислава Суркова. Это и вовсе путинские годы называли серым кардиналом Кремля, а у российской оппозиции в ходу был термин «сурковская пропаганда». Почему же в России, как, кстати, и у нас, сильна традиция серых кардиналов? И бывают ли они бывшими? За кулисы политики заглянула Алла Щелочева. Он всегда оставался в тени, но был влиятельнее самых ярких звезд на политической арене. Владислав Сурков – могущественный серый кардинал, который последние десятилетия определял политику Кремля. Биография у кремлевского кукловода, как называет его российская оппозиция, яркая и противоречивая. Сын чеченца, воспитанный матерью-одиночкой. Пробиться в Москву он смог благодаря незаурядной хватке. Судьбоносным для Суркова стало знакомство с начинающим олигархом Михаилом Ходорковским. К нему Сурков устроился телохранителем, а спустя несколько лет уже сам возглавлял коммерческие структуры. В Кремль Владислав Сурков пришел в 99-м и сразу стал на страже его интересов. Циничный манипулятор и злобный интриган говорили одни. Гениальный идеолог и организатор считали другие. Целых 13 лет он был незаменим для этого политического режима. Точнее именно Сурков. Его и создавал. Заместитель руководителя администрации президента, позднее вице-премьер. Формально Сурков всегда был на вторых ролях, но именно он стал идеологом правящей партии «Единая Россия». Создал молодежное прокремлевское движение «Наши», курировал СМИ и формировал политику пропаганды. По слухам хвалился, если бы ему поручили, никакой оранжевой революции в Украине не было бы. В России же, чтобы оправдать тотальный госконтроль над страной, ввел в оборот термин «суверенная демократия», как обозначение особого российского пути в политике. Считал, что всех можно купить или запугать. Известна история, как когда он создавал партию «Единая Россия», как он жестко разговаривал с депутатами, объяснял им, что они здесь никто, что он их хозяин, и они будут голосовать так, как он считает нужным и так, как считает Путина. Когда Зоя Светова писала свою статью, Владислав Сурков был еще у власти, и журналистку потрясло, что даже высокопоставленные собеседники боялись говорить о нем на диктофон. Когда я была в Чечне, брала интервью у Рамзана Кадырова, это был 2006 год, меня поразило, что в его кабинете висел портрет Суркова на видном месте, рядом с отцом. И Сурков был одним из тех, кто продвигал Кадырова во власть. У самого Суркова в кабинете висели портреты Эйнштейна и Че Гевары, на тумбочке лежали переводы Гёте. Во власти Сурков считался интеллектуалом. Одной политики ему было мало, кремлевский идеолог был еще и поэтом. Написал стихи к альбому группы Агата Кристи «Полуострова». Писатель Виктор Ерофеев уверен, перу серого кардинала Кремля принадлежат еще и два романа, выпущенные под псевдонимом Натан Дубовицкий. Книгу около ноля Сурков сам ему когда-то подписал. Я ему позвонил, сказал, что я считаю, что это очень хорошая книга. Я хочу вам сказать, что Слава Сурков хороший писатель. И пройдет много времени, я не знаю, что от него останется. В том смысле, останется ли он как кукловод российской политики, как все его называют. Или останутся эти два романа. Впрочем, кукловодом Сурков точно больше не будет, утверждают политологи. И гадают о причинах громкой отставки с формулировкой по собственному желанию. Это похоже на недовольство Путина. С одной стороны, вызванное неутихающими уличными протестами. С другой, подозрениями, что Сурков материально поддерживает оппозицию через фонд Сколково. Недавно Следственный комитет обнаружил в этом фонде многомиллионные нецелевые растраты. Политик стал на защиту излюбленного детища и бронил силовиков публично, выступая в лондонской школе экономики. Бывший политтехнолог и галерист Марат Гельман, с которым чиновник реализовал не один культурный проект, считает, что Сурков поступил как истинный серый кардинал. Я на самом деле верю во все версии, но думаю, что решение о своем увольнении Сурков принимал сам. Сложная политическая игра, она как бы закончилась. И началась какая-то более простая. С моей точки зрения, эта более простая игра приведет к самодемонтажу власти. Не Сурков, так кто-то другой. Потребность в серых кардиналах есть почти при любой власти. Таких людей молва наделяет сверхкачествами, а серые кардиналы только и рады. Через это они капитализуются. Через это они получают ресурс всплыва, которого на самом деле нет. В Украине политиков, которым молва приписывала демоническую силу, всегда было немало. Целая плеяда серых кардиналов. Взгляд с прищуром выдает Владимира Горбулина. Он до сих пор на чеку. Бывшего секретаря СМБО несколько лет считали духовным наставником и незаменимым помощником Леонида Кучмы. Он относится к этому по-философски. Меня тоже когда-то называли серым кардиналом, я ушел, что-то случилось такое ужасное. Ничего подобного. Очень много на кладбище свободных мест для великих людей. Это о нем Виктор Ющенко сказал. Балога – это я. Когда Виктор Балога руководил канцелярией президента, его тоже называли злым гением украинской политики. Теперь на все расспросы он лишь улыбается. Кажется, несколько ностальгически. Цена моя компетенция. Но самым известным и влиятельным украинским решелье был Виктор Медведчук. Он возглавлял администрацию Кучмы во время его второго президентского срока. Звучайно, Виктор Медведчук был на багато вплывающей постельцем в Украине, ниже в сроках в России. Он действительно вплывал на эту ситуацию. И, звучайно, на мой взгляд, ключевый ресурс Виктора Медведчука, что в том, что он вплывал на Путина. Самый Виктор Медведчук переконал Путина подпримать на 100% Киноковича. После громких отставок серым кардиналам иногда все-таки удается вернуться в большую политику. Но вернуть демонический имидж задача почти невыполнимая. К примеру, Дмитрию Табачнику, некогда тоже всесильному серому кардиналу, после политических битв первой администрации Леонида Кучмы теперь приходится отбиваться от нападок студентов. Что будет делать без Кремля его бывший серый кардинал Сурков? Верный своему имиджу интригана, он уверяет, писать политическую комедию на основе реальных событий. А вот что будет делать Кремль без Суркова? Уже совсем другая история. Алла Щелочева, Олеся Комарницкая, Анна Панова и Олег Неведомский. Подробности недели. Телеканал Интер. Москва. Киев.